Добрый день, прокомментирую новость относительно того, что по версии Блюнберга в России впервые с 1918 года произошел дефолт, поскольку истек период льготной выплаты 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям, которые надо было оплатить именно в долларах. А Россия пыталась оплатить как-то иначе. То есть сначала пытались замороженными активами оплатить, потом пытались оплатить просто валютой, это запретили. Сейчас сделали выплату рублями, но рублями как бы не приняли. И формально Россия не выполнила свои обязательства, это называется дефолтом. Но по сути это на самом деле некий такой абсурд. То есть абсолютно платежеспособный заемщик не может оплатить исключительно потому, что те, кому он должен оплатить, не готовы принимать эти деньги. Ну вернее просто блокируют возможность им оплатить. Не дают вернуть деньги. И формально, да, технически это дефолт. И объявление государства на дефолты это что? Это снижение кредитных рейтингов. То есть в будущем вроде бы как государству будет намного сложнее занимать деньги. Но я считаю, что тут никаких иллюзий ни у кого нет, что Запад каким-то образом будет продолжать давать деньги России. С точки зрения других стран, ну например Азия и так далее, на мой взгляд как бы всем очевидно. Ну и собственно затем Минфин и пытался разными способами хоть как-то, но сделать выплаты. Это попытка показать платежеспособность и показать, что помните как в фильме было, что всегда платит долги. Что вот Россия готова рассчитываться и готова даже в противодействии разным моментам все-таки попытаться заплатить. Ну то есть чтобы другие страны видели, что это не по вине должника произошло, а по вине вот тех, кто как бы принимает деньги. С точки зрения россиян в данном случае никаких особых дополнительных проблем быть не должно. То есть санкции как вводились, так и продолжают вводиться. Внешнее давление продолжается. Будет ли от этого дефолта как-то сильно хуже россиянам, сомневаюсь. То есть для государства какой тут риск. Дефолт по облигациям дает право тут же всем держателям облигаций потребовать выплаты всей суммы долга. Не только процентов, которые составляют очень небольшую часть долга. Ну допустим там 2 процента от суммы долга в год там платежи. Могут быть там 3 процента и соответственно весь долг он во много раз больше, в десятки раз больше. И если сейчас все должники затребуют одновременно вернуть долг, то соответственно там будет уже сумма гораздо более высокая. И это скорее всего зачем это сделано, это позволит уже легальным способом отжать замороженные активы. Ну то есть обратиться в суд, чтобы суд вынес постановление, что передать в пользу там такого-то государства, например, какие-то активы. И здесь конечно уже сразу возникает много вопросов, каким образом будет идти оценка этих активов и так далее. Но с другой стороны затем собственно в России заморожены деньги нерезидентов, чтобы иметь вот некий противоположный рычаг. То есть если там все-таки отжимают окончательно, не просто блокируют, а уже забирают себе, то скорее всего будут ответные меры по отношению к активам, которые заморожены в России. Но это вот я предполагаю. Что касается именно россиян, как они конкретно почувствуют на себе этот дефолт, в данном случае я считаю, что практически никак. То есть это не меняет ничего для россиян. Именно вот это сам факт технического дефолта.